Здравствуйте! Вы смотрите специализированный информационный выпуск. Прямой эфир и сегодня гость нашей студии, исполняющий обязанности заместителя начальника межмуниципального отдела МВД России Димитровградский Дмитрий Анатольевич Никитин. Здравствуйте! В последнее время в городе опять отмечается всплеск такого вида преступления, как мошенничество. К сожалению, обманщиков не становится меньше, впрочем, как и тех, кто попадает на уловку мошенников. Работают по разным. Схемы обманывают людей? На какие наиболее распространены? Действительно, межмуниципальный отдел МВД России Димитровградский беспокоен ростом преступлений, связанных с мошенничеством. Схемы разные. Если раньше практиковалось то, что звонили на телефон, в принципе, это и сейчас практикуется. Звонят на телефон, говорят, что с близким родственником случилась беда, либо попал в ДТП, либо в драку и просят, чтобы инцидент был исчерпан, перечислить какую-то сумму. Сейчас мошенники стали намного хитрее. Если раньше пострадавшие от таких мошенников были пенсионеры, люди пожилого возраста, то сейчас возраст потерпевших намного моложе. Граждане от 30 до 45 лет. Схемы в основном связаны с сотовыми телефонами. На ваш номер приходит смс-сообщение, что ваша денежная карта заблокирована и просят перезвонить. Естественно, люди видят это как так и перезванивают. Там просят назвать пин-код. Человек дает свой пин-код и уже просит подойти к терминалу, либо перечислить деньги, на свою карту положить и дают комбинацию цифр. Люди, не сведущие в этом вопросе, набирают комбинацию и получается так, что перечисляют денежные средства на счет мошенников. Я знаю, что даже был один из последних случаев, когда у женщины и на банковской карте не было денег, мошенники поинтересовались, есть ли какая-то сумма, и она сказала нет, но она потом в дальнейшем 5 тысяч положила, и они удачно их сняли. Совершенно верно, я про это и говорю. Денег на карте не было, ее попросили сколько есть, у нее было с собой 5 тысяч, она все 5 тысяч положила на свою карту. Почему люди как-то так вот, как под гипнозом выполняют все инструкции, и сколько по телевидению говорят, но во всех средствах информации, перепроверяйте данные, позвоните в банк, который обслуживает вашу карту. Почему так? Это эффект какой-то неожиданности, страха? Ну, скорее всего, эффект неожиданности. Люди у нас в основном получается, что очень доверчивые. Также имеют место и другие схемы. Например, вот участились случаи сайт продажи автомашин. То есть человек ищет себе автомашину, есть у него определенные сбережения, которые он готов потратить. Видит дорогую автомашину, которая продается по низкой цене, буквально за бесценок. Звонит туда, ему говорят, что машина вот-вот уйдет. Но есть возможность, если вы сейчас перечислите либо предоплату, получалось, что и предоплату перечисляли, а некоторые и целиком сумму. А машин на самом деле и не было. То есть эйфории у людей, все, вот у них сделка такая появляется. И как бы не советуется ни с кем, не обдумывает свой поступок. Значительные денежные средства вкладывают и становятся пострадавшими. Ну, какие суммы переводили? Переводили, ну, скажем так, сотнями тысяч исчислялось. И до 200 тысяч, и 170 тысяч вот последний раз перевела женщина. Ну, пострадавшие, обманутые, обращаются в полицию за помощью? Пострадавшие обращаются в полицию. Ну, скорее всего, не все, потому что... Типа сам дурак. Да, некоторые стесняются, в основном, опять же говорю, и парни, молодые люди идут. Ну, в основном стесняются некоторые обращаться. А скажите, вот, я знаю, что недавно, то есть буквально на днях, на этой неделе тоже был зафиксирован случай мошенничества, но связан уже с трудоустройством. Вот расскажите об этом. Чтобы может кто-то услышит и... Опять же, молодой человек, опять же, на сайте увидел объявление о приеме на работу в одну серьезную организацию. Зарплата достаточно солидная, около 50 тысяч. Позвонил туда, ему сказали... То же самое, та же схема, что и с автомашиной. Вот, буквально уже человека берем, но есть возможность вопрос решить. Вот, подъедь, назвали адрес к организации, подъехал молодой человек, позвонил ему, говорят, сейчас нам нужно созвониться. Вы положите нам определенную сумму на сотовый телефон, а мы сейчас выйдем, вам отдадим. Человек положил, там 1700, если я не ошибаюсь, и телефон уже был отключен у других, кому он звонил. Все, он стал жертвой мошенники. Соответственно, работа он не устроился, денег лишился. А так вот, из ваших данных, чаще всего на ловку мошенников впадают женщины или мужчины? Кого легче обманывать? 50 на 50. То есть, как мужчины, так и женщины. И мужчины доверчивые, да. Ну, и женщины. Вот тоже последний случай. Женщина по телевидению шла, реклама там очень хороших очков, которые стоят порядка 20 тысяч. Что это за очки такие? Ну, такие чудо-очки, которые зрение буквально возвращает. Ты видишь, что у вас в свете. Она позвонила, заказала, перечислила деньги, очки, конечно, пришли ей. Потом с ней связался агент, говорит, что вот какая у вас болезнь. Болезнь называла женщина, говорит, вот есть такой чудо-аппарат, прибор, который излечит вашу болезнь прям за раз. И больше болеть не будете. Вы можете его взять у нас в аренду. Сумму назвали там за сотни тысяч. Женщина перечисляет, денежным переводом перечисляет деньги. Уже телефоны отключены, мошенник. Все, денег лишились, прибор не пришел. А очки-то оказались хоть красивыми? Ну, мы не уточняли этот вопрос. Ну, думаю, за 20 тысяч. Но бесполезные. Вот давайте тогда по каждому самому распространенному виду мошенничества дадим нашим телезрителям, горожанам какие-то советы. Вот если приходит само сообщение, что у вас заблокирована карта, что делать? Ну, я думаю, если пришло, нужно обдумать. Ни в коем случае не давать пин-код мошенникам. В первую очередь созвониться с банком, чья у вас карточка. Это самое главное. Созвониться там вообще. Это в первую очередь. А вторую, если вы чувствуете, что это мошенничество, обращайтесь в полицию. Ваши заявления примут и будет проводиться проверка. Случаи, которые сейчас могут быть реже, но все равно имеют место быть. Когда ночью будет, говорят, случилась беда, не хотите, чтобы человек попал за решетку, ваш родственник, что дело можно замять, такая-то сумма. Что делать? Ну, в первую очередь созвониться. Сесть сначала, как минимум минут пять, спокойно посидеть и подумать. Совершенно верно, потому что шок у человека с близким родственником, сломя голову, спешат расстаться с денежными средствами. Ну, этого делать не надо. Нужно в первую очередь созвониться с этим близким родственником. Но если, допустим, этот родственник не отвечает, позвонить еще кому-то? Позвонить в полицию, потому что все случаи фиксируются у нас. Любой ДТП, называют там серьезный, например, либо драка там человека, либо пострадал, либо что-то. ДТП, все это фиксируется у нас. Ну, если касается каких-то объявлений о продаже машин по низкой стоимости, работы, да, которые высокооплачиваемые, но надо складывать определенную сумму денег, что здесь мы делаем? То же самое. Не спешить, на горячую голову не припринимать никаких действий. Посоветоваться с близкими родственниками, специалистами, которые в этих вопросах разбираются. Особенно касается автомашин. И, наконец, ездить посмотреть эту автомашину, потому что деньги перечислялись даже не видя эту автомашину. Перечислять деньги, да и не видя товара, и не видя продавцов. Ну, опять же, это менталитет наших граждан. Ну, и в завершении нашей программы напомните им телефоны нашей городской полиции, номер, наверное, и телефоны доверия, куда следует обращаться. И, наверное, все-таки не надо бояться, надо о всех таких фактах сообщать. Телефон дежурной части межмуниципального отдела МВД России Димитровградский, это 2-68-39, либо 0-2. И лучше уже позвонить, когда еще они на крючке сами мошенники, а не когда уже расстались с денежными средствами. Когда граждане еще не попали в ловушку, и все еще можно предотвратить, конечно. Спасибо вам за участие в нашей программе, за интересный разговор, полезные советы. И я благодарю вас за внимание, уважаемые телезрители. Берегите себя, своих близких, свои материальные ценности. До свидания.